Всем привет! Сегодня 25 августа 2020 года. Ставим вино из малины пробуем. Здесь у нас застоянная килограмма малины в каждом потолке вам. Здесь чуть меньше. Примерно 1,5 литра. Я провел такие расчеты. Хочу сделать 10 килограмм сусла вот в этом бутылечке. Он 10 литров. Что мы получаем? Чтобы получилось у нас в итоге вино примерно на 14% крепкости, нужно чтобы было 25% сусла сахара. В 10 килограмм получаем 2,5 литра. Но здесь один момент. В малины имеется 3,5 литра. И в этих 2,5 килограммах уже 10% сахара. То есть 0,25 литра. Соответственно у нас должно быть всего 2,5 литра. Соответственно сахара мы будем добавлять 2,5 литра. Значит 2,5 килограмма малины, 2,25 литра сахара и остальная вода. 5,25 литра. Ну воды примерно 1 килограмм, правильно, литр сахара. Ну все понятно. Думаю делать вот таким вот образом. Поначалу добавим 1 килограмм, а здесь 1 килограмм. И еще 2,25 литра. Будем досыпать двумя порциями впоследствии для хорошего выражения. Ну и вода понятно все. Так вода чуть нурированная, к сожалению. Но вот она уже часа два у меня стоит и вывитривается. Уже вроде бы как... Нюху уже хлора вроде бы как нет. Заминалка. Так, кстати. Так что вода? А что обожает? Да. 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 Л proteи. Да. Да. А что воды играет? То, что водыmeg как оно говорит? Да. Э… Поехали ее тогда складывать в будущей воде, чтобы не терять драгоценные граммы материала для нашего СУСа. А драгоценные не то уж слово, потому что реально дорогое все. Друзья, ну а дальше все как по книжке. Вот берем такую штуку и помоем. И вот эту штуку вставляем, а он не вставляет. Старый, советский, стенка толстая, а он не вставляется. Ну что же, бывает так, мы будем его страдать. Будем пытаться попадать, а эту штуку просто в качестве направляющей использовании. И вот так. Потому что камера на меня не двигается. Что мы делаем. Здесь примерно 6,5 л. А нам нужно отборить. А нам нужно отборить на 1 кг. Это высота. Для этого мы немножко спускаем воды. Насыпаем сюда камеру на 1 кг. И обязательно вы меня уже учли, что 1 кг. на 1 кг. Достаем какую-то ложечку. И даем первое на место. Друзья, еще раз. Делать это нужно. В теплой воде. Для того, чтобы вода сделать теплой, мы можем включить немножко газ. И тогда пока быстрее раствует. Так, мы пока все до дела. Продолжаем нашу процедуру. Пусть мы не варим. Я просто чуть-чуть газ включил, чтобы подогреть. Заливаем вот это сироп. Отлично сироп идет. Отлично сироп идет. Вплываемый свет. Делать меньше сироп. Отлично сироп идет. Сироп отлично идет. Но сахар не видно. На моей практике, вот вообще она была еще не раньше. Куча, когда досадок растворился бы полностью. Тогда остается немножко. Не растворял его. Вот это немножко растворило. Он сейчас другой водой. Раз и всплывает. Его уже растворят наши дружки. Когда то начнется дружить. Возьмите воду. Возьмите воду. Возьмите воду. Здесь уже вода холодная. Возьмите воду. Возьмите воду. Возьмите воду. Возьмите воду. Посмотрите, что получилось. Очень-очень вкусно все это дело выглядит. Смотрите, какая там дурная. Какая-то вымотная. Это мезга. Малая. Уже вы понимали. Полчаса назад это было. Просто очень качественно. Хорошим исполнением. Продукт под названием малина. Так. Дальше. Закрываем вот таким вот гидрозаклом. И перед этим мы естественно мешаем. Так. Вот я ложечкой еле достаю. Но этого достаточно, чтобы он там все размешалось. На камере плохо видно. Они краски играют. Так. Ну и теперь гидрозаклор. Так. Значит вот это вот проверили. Чуть-чуть приподняли. Значит и воды сюда. Воды сюда немного. Потому что она будет разбрызгиваться скорее всего. Из-за дурного дрожения. Вода нужна на первых порах. Потом ее разбрызгает. У меня было такое, что в этих гидрозаклорах даже слетал за колпачок. Из-за такого активного выделения углекислого газа. Так. Ну вот как-то так друзья. Вот такая вот история. Смотрите, вверху уже пена образовалась. Ну а скорее всего сахар там или что-то еще. Значит, сегодня 25 августа. Видео, естественно, я выложу чуть попозже. Ну а следующее будет через месяц-полтора. Тогда я буду уже получу 14% продукты. Буду его снимать с осадка. Ну, наверное, он будет не 14%. Сусло обрадившее будет процентов на 7-8. Потом на тихо ображении венцода держится. Это будет 14%. Итак, друзья, сегодня второй день идет. Значит, обильные шапки еще не образовалось. Ну, вчера где-то в 12 ночи мы загрузили все это дело сусло. Сегодня 7 утра. Но я уже видел 4 бульбашки отсюда. Такие редкие. В промежутках минуты 3. Но это говорит о том, что процесс пошел. Ну, я думаю, что к вечеру я увижу здесь уже обильную шапку. Ну и вот, друзья, вечер того же дня. Смотрите, как я набрал цвет. Вот, темная-фонная красная. И шапка под белосвет. То есть она естественно в дрожжах. Единственное, что эту шапку нужно каждый день перемешивать. А лучше 2 раза в день. Вот, берем шапку такую. Аккуратненько снимаем шапку. Убираем только вот этот пучок. Иначе будет засахывать воду. Снимаем шапку. Главатим и перемешиваем шапку. Это делается для того, чтобы она не заплесняла. Запах уже немножечко чувствует, сам прибыл. И ставим назад. Сделаем как быстро, чтобы туда зашло минимум воздуха. И обратно колбачок. Аккуратненько снимаем шапку. Вот она уже хорошо болтается. Шапка перемешиваем. Она уже открывает на верх. Тут идет бурное бравление. Тоже присмотреться. Фокус. Ну вот так это все происходит. Очень интересно, очень красиво. Ну а здесь, соответственно, вот так. Почерпим между. Завтра этот бутылочек поедет. Гараздный подвал. Там температура где-то плюс 20. Здесь, соответственно, она плюс 40. И там будет продолжаться его удержение и приглашение в вино. Дальше съемка будет вестись уже оттуда. Слово о малиновом вине. Все уже готово. Слились осадка. Я вам показывал ролик предыдущий о том, как оно пробродилось полностью. Значит, вот так оно пастеризуется в такой кастрюле. С градусником. Вот сейчас 52,5. Ждем до 65. Кипятим 10 минут. Здесь рядышком варятся крышки. Готов вот такой вот укупориватель. В общем, все готово. Бутылки тоже уже почти готово. Вот здесь вот тряпочку постарели. Будем наливать. Ну, в бутылки надо уже упупоривать на месте. Подробно покажем. Вот так вот находится фокус. Здесь ручной пальчик. Нажимаешь на точку. Несколько раз. Два. Три. Два. Значит, берем крышку, которая распарена, вставляем прописанную и укупоренную. Ну сейчас вот так все бутылки и продолжим. Итак народ, вот у меня укупорено, теперь достаем вот такие штуки, ссылку тоже оставлю в описании и закидываем вот сюда. Так, поправка на ветер, мы их не закидываем туда, мы их надеваем на бутылки. Итак народ поделит лапачки, берем бутылку, делаем все эти движения, она правда горячая, потому что пастеризовалась у нас. Опускаем ее в кипяток, опускаем ее в кипяток, и получаем вот такое вот чудо. сейчас еще покажу одну. опустили. Ну здесь лучше было бы чуть-чуть другую кастрюлю. вот такое вот виноделие домашнее. так сейчас все остальные. Итак народ, ну вот такая красота получается. такое прям чуть ли не марочная вина домашняя. все еще бутылки, мы же правда торопились, они немножко не домыли, это просто бутылки из-под вина. из-под какого-то какие-то выводы, какие-то нет, ну в общем суть не в этом. Здесь напишем урожай, год и что за вино. Ну вот таким вот образом, не знаю видно или нет, написали малины, сзади год, 2020, вот так на каждой, и всем все понятно. Все друзья, до новых встреч, всем вкусного виноделия, Итак друзья, ну вот мой погребочек, всяко-разно тут стоит, и вот ну вот эти вот если вот убрать, там сверху немножко у меня всяких строительных материалов, тоже нет места куда ложить. Вот такой я себе сделал шкаф для вина, и тут старая тумба стоит от телека, вот она, ну заставлена, понятно тоже. А здесь значит вот это вот дверцы от какой-то старой советской стенки со стеклами, ну и с этой стороны палки от палета. Ну и вот первая зашла уже грядочка, вот оно малиновое вино, очень красиво, симпатично смотрится. Ну естественно здесь темно, здесь прохладно, где-то плюс 15 градусов, все что нужно для вина, такой у меня подвальчик. Ну здесь оно будет лежать и хранится дальше. Ну а всякие вина прям супер шмупер, будем складывать вот здесь. Ну как-то так. Все народ, всем удачи, не болейте и пейте вино. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok